Спасибо за вопрос, очень хороший, но надо же, фиксированной частоты. Да еще формулировка такая, вы же фотобиолог, а остальное это просто шум. Вы знаете, вот при таком подходе у нас таким просто шумом или лишними деталями в организме становятся такие органы, как прямая кишка, желчный, половина желудка, легкие, почки. Да у нас вообще человек способен жить без половины органов, которые ему предназначил создатель. При этом все эти знатоки уверены, что они разбираются в конструкции организма человека и при этом не могут поменять колодки на своем автомобиле. Ну да ладно, мы сейчас говорим о солнечном свете, об ультрафиолетовых лампах. В прошлом видео речь шла о лампочках с длиной волны 310 нанометров. Таких ламп не бывает. А знаете почему? Потому что в производстве возможно создать лампочку только 311 нанометров. А почему вы вдруг решили, что возможности техники по производству ламп гарантируют эффективность воздействия на организм человека? Понятно, да? И теперь следующий момент. Мы от ультрафиолета получаем не только выработку собственного гормонального кольстриола, витамина D3 в коже. Мы же получаем целый спектр необходимых веществ для нашего организма, начиная от сложных гормонов и заканчивая аминокислотами. Но попробуйте перевести свое питание исключительно на белки, протеины в банках из спортивного магазина. И что произойдет с вашим желудком? Но ведь нам нужны только аминокислоты, ведь больше ничего не надо. Только откажитесь от питания полностью и перейдите на химические аминокислоты, неестественные для нашего организма. Поэтому мы и говорим натуральный солнечный спектр и называем его состав. А если вы еще задаете вопрос о мощности данного оборудования, то давайте здесь все-таки ориентироваться на реакции нашего организма. То есть минимальная ритемная доза. Потому что если начать обсуждать традиционную мощность в джоулях для ультрафиолетового потока, то уж в этом-то совсем никто не разберется. Поэтому используем натуральный солнечный спектр, который далеко не все искусственные источники могут воспроизводить. А мощность определяем за короткое время, 6-8 минут сеанса, как на солнце. И не стараемся быть умнее создателя. И до минимальной ритемной дозы. Чтобы не спорить с природой. Еще раз спасибо за вопрос.